Всем привет! В этом видео речь пойдет о новых особенностях визуализации тумана, воды и неба. Так, мы появляемся где-то в лесу на рассвете. Первое, на что стоит обратить внимание, это деревья, плавно растворяющиеся в тумане. По мере изменения времени суток, так же плавно будет изменяться и цвет тумана. Одним из последних нововведений стало процедурное небо, которое пока лишь изменяет цвет в соответствии со временем суток, и отображает позицию солнца. Однако впоследствии будет включать полный набор эффектов, таких как звезды, луна, облака. Вот мы пришли к ближайшему водоему, как раз в момент восхода солнца. Мы можем видеть, что в момент расцвета небо слегка краснеет. По мере изменения позиции солнца оно становится ярче, а эффект зари сходит на нет. Теперь стоит обратить внимание на поверхность воды. На ней вы можете видеть следующие эффекты. Во-первых, отражение. Во-вторых, искажение подводных объектов. И в-третьих, подвижность воды, придающая живость и реалистичность картине. Также вода плавно сливается с небом на горизонте. При этом дальность прорисовки около 200 метров. Стоит заметить, что и к береговой линии вода примыкает гармонично. Давайте поближе рассмотрим описанные эффекты на примере более мелких и динамичных объектов. Как мы можем видеть, все объекты корректно отображаются. Как под водой, так и на поверхности воды. Для наглядности, мы можем попробовать взорвать гранату рядом с объектами. Чтобы они разлетелись в разные стороны. Обратите внимание, как плавно и точно перемещаются отражения быстро движущихся объектов. Теперь уделим немного времени подводному миру. Вы также можете видеть, объекты отражаются от водной поверхности. Видимость под водой снижена за счет сгущения тумана, который здесь темнее, чем над водой. Ну вот и пришел конец дня. А это значит, что нам пора прощаться. Ждите следующих видео в ближайшее время. Если вам будет интересно, то мы создадим подробные видео уроки и открытые демонстрационные материалы. Спасибо за внимание. Не забывайте, что вы можете оценить видео и оставить отзыв. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok